здравствуйте друзья ой вечереет пол девятого вопрос здравствуйте михаил обращаюсь к вам не просто с вопросом а с криком о помощи мне 20 лет я учить бра учусь в российском университете на программиста эта девушка пишет и у меня пропало всякое желание учиться и даже жить о как раньше я всегда была довольно умным и способным ребенком хорошо училась состояла в математическом кружке участвовала в научных конференциях мне это давалось довольно легко все делала с удовольствием к слову учился в одной из лучших гимназий своего города но сейчас в университете мое окружение кардинально изменилось в основном это люди которые получают образование ради корочки ни к чему не стремятся не знают элементарных вещей и я примыкаю к ним я перестала ходить в университет потому что просто не вижу смысла мне там скучно и неинтересно дело не только в окружении но и в совершенно неэффективной образовательной программе помимо этого новости политики полностью захватили мой интерес о как меня очень расстраивает и напрягает то что происходит сейчас моем государстве это просто сводит меня с ума опускаются руки делать не хочется вообще ничего мой интеллектуальный уровень очень сильно упал я перестала читать забываю уже школьную программу и так далее и я не могу заставить себя изменить это я мечтаю снова попасть в интересную и увлекательную образовательную среду очень хочу поехать за рубеж на курсы английского языка или на стажировку по своей профессии пока у меня нет такой возможности но разумеется если я не начну заниматься учебой и саморазвитием такой возможности у меня никогда и не появится за все понимает человек понимая все это я все равно ничего не меняю своей жизни каждый день я обещаю себе пойти в университет или хотя бы почитать учебник но не делаю этого у меня уже начинается депрессия я пью успокоительные ты е-мое в университет идти мне стыдно так как я очень много пропустила из-за этого и самой что-то читать и изучать тоже не хочется пожалуйста дайте мне совет как вернуть себе какую-нибудь мотивацию к жизни и к образованию вот такая вот история ну что ж тут сказать с одной стороны мы видим что девушка все понимает то есть она она абсолютно понимает как бы взаимосвязь между тем что ты хорошо учишься и теми возможностями которые перед тобой открываются но получается такая история что она очень зависимо от среды вокруг нее и я хочу сказать что ну а кто из нас независим вот кто из нас то есть наверное кто-то меньше зависит кто-то больше но мы мы все социальные существа пойти мы все либо средой разгоняемый и подогреваемый либо мы этой самой средой охлаждаемый и там тормознутый понимаете поэтому конечно это все очень понятно тем более девочка это молоденькая совсем четом 20 лет и и вроде бы понимает все и вот как-то надо с места сорваться и разрешить какой-то кризис значит я бы если кардинально решать так я бы что сделал на ее месте или скажем так посоветовал бы в армию не идти правильно девочка может быть взял бы академку на год и этот год потратил бы на то чтобы где-то поработать причем поработать по специальности не секретарше не там я не знаю каким-то тому офисным там нет нет именно войти ну кем возьмут кем возьмут если 20 лет то наверное тоже пару курсов там заканчивать уже можно где-то работать и существенно чтобы это было не не айти департам день там на заводе или там я не знаю какой такой производственной организации а чтобы это было где-то где софтвор программное обеспечение разрабатывают она же учится на программист вот чтобы туда где разрабатывают поработать ну хотя бы тем же тестировщика можно она же вот изучают уж она там изучала в университете она может быть и кодировать немножко может там и может за этот год очень сильно разогнаться вот сейчас кончается учебный год вот я сегодня получил вас сегодня сегодня девочка написала это значит там 18 мая вот там я не знаю закончить год закончить надо но взять академку а может быть и не заканчивать может сказать взять академку и начать потом сначала и то что она проходила там не пропустила там есть стыдно значит ну конечно лучше год не терять так в смысле вот так чтобы там все-таки закончила бы год и взяла бы академку чем вот так но давайте я скажу пару слов про вот это вот стыдно ну стыдно да то есть она она потому что хорошая девочка она всегда правильная была девочка и вдруг раз она что-то такое неправильно делает потому что вот на нее как-то влияют и она понимает что то что на нее влияют а она как бы не сама не освобождает ее от ответственности потому что влияет на нее влияет на наш сама не пошла и и она переживает и ей стыдно во первых очень хорошо что есть стыдно потому что если которым не стыдно понимаете когда человеку стыдно значит у него какая-то работа такая нравственная происходит и он потихоньку очищается этим стыдом это важно второй момент состоит в том что есть разные противоречивые в жизни виктора которые вот как-то так не пойти в разные стороны нас тащат и получается что вроде и тут важно и там важно и здесь вроде не уклонение не увернешься и перед каждым стыдно давайте их много они в разные стороны тащит и каждый раз стыдно и вот мы сейчас только что я видео повесил под подгружаться вот поставил его грузится сел в машину и поехал с вами разговаривать вот у нас шел сейчас процесс найма сотрудников новых два человека надо занять значит технического и офисного и мы значит ну я взбудоражил как бы массу народу я есть вакансия там случае чего мы может быть там и даже из-за границы мы привезли хотя предпочитаем местных и и масса народу совершенно замечательного хорошего вот вот правда такие хорошие все вот и то есть вот каждого с радостью бы против взяли бы и человек вписался вы все было бы отлично но их много там позиция одна техническая одна офисная все и и и мне вот тоже стыдно понимаете вот мне мне стыдно что я там взбудоражил народ какие-то надежды посеял а как бы возможностей как бы всем будет принести там в лукошке у меня нету при том что они хорошие и мы должны выбирать к чему я рассказываю к тому что есть вещи которые стыдно но с этим стыдом можно жить а есть вещи которые стыдно и с этим стыдом жить уже нельзя то есть это то что у тебя в жизни существенное вот да ты значит ты говорю что я должна состояться там так то и такта и вы в ответе вы в ответе за то чтобы состояться вы не можете свою жизнь профукать просто так им не отвечать за это ответственность за профук org на жизнь чудовищно по своим последствиям это не просто стыдно это просто чудовищно поэтому вы не имеете права ничего профукивать. Все бывает. Солнышко, все бывает в жизни. Бывает, не то сделал. Бывает, я не знаю, есть вещи, которые никогда в жизни себя простить не можешь. Все это бывает. И я могу сказать, что, может быть, это даже скорее естественно, чем неестественно. Понимаете? Потому что мы живые люди, мы живем в живых каких-то вот условиях, реальных, сиюминутных, которые меняются. И мы можем слабость дать какую-то, слабину. Мы же живые люди, мы можем дать слабину. Ничего такого в этом нет. Ну, значит, покаялся внутренне. Покаялся это не когда там свечку поставил. Покаялся это когда очищение внутреннее произошло, и ты не станешь больше этого делать. Потому что ты вычистил себя вот в этом вот. Поэтому, все, что от вас требуется, это вот пройти через вот это вот очищение. Покаяние, очищение, стыд. Замечательно все. Ну, отлично все. Ну, все на руках. Стыдно. Это, Боже, это такое счастье, когда тебе стыдно. Вы себе представите, не понимаете, сколько есть людей, которые профукали все, что у них было. Самое святое, самое дорогое профукали. Я видел, Господи, я видел тысячи людей. Тысячи. Понимаете, я не утрирую, я говорю, много тысяч, но, может быть, к десятку тысяч приближается. которые из них, из них, я не дай Бог, не все, из них есть такие, которые профукали самое дорогое, что вообще в жизни у людей бывает. Не понимали, не ценили, как-то думали, что само случится, а рядом был другой человек. Понимаете, я не говорю там про здоровье, я там курил, например, а мог бы не курить. Я даже об этом не говорю. Я говорю о том, что вот, ну, просто не обращал внимания или думал, что это вторично, третично, десятилично. А дальше выяснилось, что это самое главное, что в жизни у него и было, а он потерял. Понимаете, поэтому, что я хочу сказать. Стыдно, это великое счастье. Это, это ценить надо, что стыдно. Я, я хочу сказать, человек, которому стыдно, я за него спокоен. Правда. Вот я за девочку спокоен. Ей стыдно, значит, самое главное, что ей должно быть стыдно за бездействие. Стыд бездействия намного, намного страшнее, чем стыд того, что ты пошел и, да, тебе неудобно, что ты сделал что-то нехорошо, но ты же пришел, чтобы сделать хорошо, ты же пришел исправить ошибку. Да, стыдно сказать, да, я вот там поступил неправильно. Но я, я, чисто по жизни такой практический совет такой, ну, я, я боюсь употребить слово психотерапевтический, ну, так, в бытовом смысле, я бы назвал это психотерапевтическим. Вам стыдно? Вы много пропустили? Вы можете, там есть люди, которые, с которыми вы общаетесь. Это может быть декан, это может быть преподаватель какой-то, это может быть, я даже не знаю, ну, с кем вы там общаетесь? Вот, вот те люди, перед которыми вам стыдно. Значит, подойдите к ним и расскажите им это все. Скажите, там, Василь, там, Денис, там, или как его там зовут, скажите, я очень извиняюсь, я хочу сказать, что так сложились обстоятельства, что я как-то потеряла веру в себя на какое-то время, и меня это вышибло из колеи, но я, мне очень стыдно, и я прошу меня простить. Попросите прощения. Это очень очищает, это очень здорово. Подойти к человеку и сказать, я очень извиняюсь, я прошу меня простить, я сделаю все, чтобы завоевать ваше доверие и ваше уважение и так далее. Они вас расцелуют, и я не знаю, там, что, конфетку подарят, там, вот, ну, ну, я утрирую, но я хочу сказать, что вы тем самым сами почиститесь очень хорошо, вы вокруг себя вот эту атмосферу почистите тоже очень хорошо, и самое главное, что произойдет, на вас теперь будет ответственность, потому что эти люди, которые там с вами, и перед которыми стыдно, и которые должны в вас поверить, у вас теперь появляется совершенно другая степень ответственности, вы теперь не потому идете в университет, что там увлекательно, а вы идете, потому что вы не можете не идти, как, как вы можете не идти, вот, значит, вот, вот с этой частью я бы вот в этом месте закончил, так, следующий момент, я не знаю, в каком городе девочка учится, я не знаю, что там за университет, и какие там есть возможности, но я хочу сказать, что очень-очень было бы здорово, если бы она поехала вот по work and travel куда-нибудь в Америку, уже большая девочка, я же не 14 лет, я даже не 16, я уже 20, вы там можете 21 на подходе, у меня вот Светов 21, там дочку родила, нормально, уже почти взрослый человек, практически взрослый, значит, пусть, пусть поедет в США, там, скажем, на пару-тройку месяцев по work and travel, поработает, посмотрит вокруг, окунется в языковую среду, ну, что-то такое, встряска какая-то такая нужна, я хочу сказать, что, конечно, абсолютно не дело молоденькой девочке, там, в депрессиях быть, какие-то лекарства принимать, там, и вот, вот такие дела, это, ну, совершенно ни к чему, вот, поэтому, тут мне вот жена вызванивает, где-то, говорит, а я вот еду, разговариваю с девушкой, поэтому, может быть, сходить к кому-то, там, к специалисту сходить, и сказать, вот, что делать, вот, и что, ну, что-то вместо таблеток-то должно же быть, но есть спорт, в конце концов, я могу сказать, что, вот, вот я сейчас еду, почему мне жена звонит, потому что пришла Наташа, массажист, и она делает массаж, там, там, свете, потом, потом я буду следующий, раз в две недели, я хожу к девочке, которая рейки занимается, очень серьезно занимается рейки, и она меня, ну, прочищает, как я не знаю что, я бы загнулся давным-давно, если бы, не обращался за внешней помощью к людям со стороны, иногда бывает, вот, ты приходишь, и просто с тебя стаскивают ведрами, какой-то негатив, какую-то чужую энергию, нехорошую, там, и так далее, и так далее, понимаете, я же, я же среди колоссального количества людей нахожусь, и не обязательно позитивных, там, и бывают драматические ситуации, и так далее, поэтому, ну, ну, по-разному, значит, но если там есть деньги, там, пойдите к специалисту, нет денег, ну, пойдите на курсы, там, займитесь тем же рейки, понимаете, идите к людям, наверняка есть какие-то, вы же Computer Science, да, значит, наверняка есть какие-то тусовки, где тусуются стартаперы, вот мы и говорим часто об этом, вот, демотивацию, идите туда, где тусуются стартаперы, идите туда, где у людей глазки горят, где они одержимы всякими идеями, понимаете, слушайте, разговаривайте, знакомьтесь понимаете, то есть есть такие места, но не обязательно это будет вот прямо университета, вот та группа, в которой вы учитесь, но может быть даже в этом же университете есть там, не знаю, какая ну, какое-то место, где люди тусуются, там, стартапят может быть при университете есть какие-то стартапы, идите волонтером если так вот, тем более все равно вы дома сидите-то, идите волонтером делайте что-нибудь, находитесь среди людей, у которых горят глазки и которые рвутся куда-то понимаете, безусловно вот эта среда ядовитая, понимаете токсичная среда, токсичная надо драпать из нее не в том смысле драпать давайте я еще одну хохмочку вам скажу такую, и может быть может быть это то, что надо сейчас значит понимаете, значит история, мы находимся среди большого количества людей вот представьте себе, что вот мы как энергетические существа обладаем каким-то вот энергетическим телом вот такая модель, пусть будет модель вы можете верить, не верить, но вот модель и вот вы заходите, я не знаю, в трамвай а в этом трамвае 50 человек и в вашем, в вашем энергетическом теле находятся вот эти все люди а вы у них а там есть злые а есть вообще там какие-нибудь суицидные, а есть еще какие-то и вы ходите вот с этим но одно дело как сказать брать все на себя а другое дело не смачиваться с этим понимаете, вот вы идете вы чистенькая, светленькая а то, что там вокруг происходит вы с ними не смачиваетесь оно проходит насквозь и абсолютно вас не не задевает вот вы такая понимаете, не смачивающаяся есть какие-то вокруг люди дай им бог здоровья давайте, чтобы они были здоровенькие чтобы у них все было какое вам до них дело вы сами живете свою жизнь вы в этой жизни должны быть чистенькой целеустремленненькой понимаете здоровенькой физически и душевно окруженной людьми ну не обязательно круглосуточно но окруженной людьми которые с которыми хочется рядом находиться ну пусть какое-то время может быть даже в сети и так далее вот поэтому я что хочу сказать ребят, вот кто у нас на канале кто дослушал до этого места я даже не говорю поставьте лайк но я говорю может быть это самое напишите девушке ну в том смысле что напишите здесь она посмотрит видео и там откликнется напишите кто вот ну кто в состоянии как-то вот поддержать да у кого может идеи какие-то или просто там дружить я не знаю если вы сами вы поняли чего не хватает девушки вот если вы такой или такая да дружите с девушкой это же это же очень важно чтобы рядом был кто-то кто с тобой на одной волне вот явно явно у нее не хватает такого поэтому давайте я уж почти приехал домой я с вами попрощаюсь вот и пожелаю давайте так пожелаем и девочки самой и я понимаю таких девочек много и мальчиков таких много это не не единственное письмо такого плана я получаю и не единственное на которое я отвечаю но давайте вот пожелаем чтобы все у них было хорошо и то что можем сделать давайте сделаем вот например там скажем привет скажем не грусти скажем давай там поболтаем в скайпе там я не знаю у кого какие идеи Счастливо!